Близятся летние каникулы. Это, как ни печально, сезон повышенного детского дорожно-транспортного травматизма. За время учебного года на территории города Иваново произошло 32 ДТП, в которых пострадали 33 ребенка. Во многих случаях именно дети провоцируют аварии. В преддверии каникул сотрудники ГАИ вместе с инспекторами ПДН патрулируют территории возле городских школ с целью выявления маленьких нарушителей. Рейды массовые, то есть они проходят в Ленинском, Октябрьском, Советском и Фрунзенском районах одновременно. Направлены они на выявление правонарушений, связанных с переходом в неположной части дороги, проездили на велосипеде по пешеходному переходу, то есть со стороны несовершеннолетних правонарушителей. Первые нарушители не заставили себя долго ждать. Решили сократить путь через дорогу и пройти перекресток по диагонали. Это правилами не запрещено только в том случае, если имеется соответствующая диагональная разметка. А зебры у нас есть по диагонали? Нет. Нет, ну да. А почему по диагонали переходим? А? Быстрее. Если ты думаешь, нас не видно, да, сотрудников ГИБДД, сотрудниками ПДН по Фрунзенскому району, который курирует вашу школу, да, 41-ю, как раз таки, мы вас на самом деле видим, да, как вы переходите дорогу. Я надеюсь, в следующий раз такого не будет. Вот прямо точно говорите? Да. Нарушение вкупе с невнимательностью может иметь печальные последствия. А ведь на дорогах дети сейчас не только пешеходы, но и водители. Тех же велосипедов, к примеру. Хоть выезд на проезжую часть им и запрещен. Вот типичный случай. Вместо того, чтобы спешиться и перейти дорогу как положено, школьник пересекает ее на велосипеде. Патруль догоняет юного водителя. Молодой человек, остановитесь, пожалуйста. Школьник удивлен, как обычно катался после уроков. И встретить полицейских на своем пути он явно не ожидал. За 14 лет по обочине нельзя ездить, по дороге у нас нельзя ездить. Твои места это тротуары. Обязательно, еще раз напоминаю, пешеходный переход, мы должны спешиться. Ни в коем случае не переезжаем. Подросток свою вину признает, обещает впредь правила не нарушать. Но инспекторы обязаны преподать ему взрослый урок. Сейчас мы на тебя составим сообщение. В дальнейшем мы его направим в школу. То есть оповестим твоего директора. И с тобой, возможно, побеседуют. А вот домашние задания для взрослых. Водителям транспорта всегда нужно помнить, что дети на дороге непредсказуемы. Важно это предусмотреть, приближаясь к школам и спортивным площадкам. А родителям в преддверии лета напомнить чадам о том, что проезжая часть территория повышенной опасности. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.